Жил-не жил Если зарежешь меня, то получишь только обыкновенный ужин А если оставишь в живых, то получишь сказочную жизнь Юноша подумал и согласился Стал птицу лечить и кормить Однажды днем он прилег отдохнуть А голубка встряхнулась и обратилась в красивую девушку Она тотчас занялась приборкой в доме Все помыла, все вычистила Проснулся бедняк и удивился Дом его весь сияет от чистоты А рядом с ним сидит красавица И говорит Я та самая голубка, которую ты вылечил Я хочу отблагодарить тебя и исполнить свое обещание Отныне я буду твоей женой Обрадовался бедняк И началась у него сказочная жизнь Жена оказалась мастерицей ткать ковры В первый вечер она соткала ковер дивной красоты А утром юноша продал этот ковер на базаре ханскому визирю За баснословные деньги Следующим вечером жена соткала еще один ковер Он был красивее первого И снова юноша пошел на базар В это время хан сидел у окна и заметил ковер дивной красоты, который нес какой-то юноша Хан позвал его к себе и заплатил за ковер в три раза больше, чем накануне визирь А визирь говорит хану Я вчера у этого человека купил похожий ковер Хан пристально посмотрел на юношу и спрашивает Где ты берешь эти ковры? Это моя жена их ткет, пояснил юноша На следующий день хан пожаловал в бедняцкий дом Видит, во дворе сидит красавица, жена бедняка Ты несчастный бедняк, сказал хан Откуда у тебя такая красивая жена? И тут доверчивый юноша все ему рассказал Хан замыслил недоброе Извести бедняка, чтобы забрать себе красавицу Стал давать юноше разные поручения Но тот все беспрекословно выполнял И вот хитрый визирь придумал бедняку такую загадку Какую никто и никогда не разгадал бы Иди, достань, возьми и принеси Огорчился бедняк Пошел домой, поделился с женой своей печалью Жена соткала ему маленький коврик Дала мужу платок и сказала Не печалься, все будет хорошо Садись на этот коврик, и он отвезет тебя туда, куда надо А когда он остановится, взмахни платком И спроси, что значит слова «иди, возьми» Ах ты, сказочная жизнь! В сердцах воскликнул бедняк Сел на коврик и взвился в воздух Полетел коврик над горами и полями Лесами и морями, влетел в глубокую пещеру И приземлился Видит бедняк, перед ним высокий дворец Красивые дома, синие башни Подошли к нему какие-то стражники, повели во дворец Вспомнил бедняк про платок Вынул его из кармана и хотел было взмахнуть им Как вдруг бросилась к нему старуха и закричала «Откуда у тебя этот платок?» Его дала мне моя жена «Неужели она жива?» Воскликнула старуха и заплакала от счастья «Знай, что твоя жена моя дочь» Юноша рассказал о себе Начиная с того, как он увидел трех голубок И сразу же к нему подбежали две древушки Это были сестры его жены Те самые голубки, которые тогда улетели Продолжая рассказ, юноша становился все печальнее «Почему ты загрустил?» — спросила старуха «Визирь дал мне поручение Иди, достань, возьми и принеси А что это? Никто не знает» «Не печалься!» — успокоила его старуха «Я позову мудрую лягушку Она точно знает, что это» Пришла лягушка и сказала «Идем со мной, и ты все узнаешь» Пошли они и через три дня Оказались возле какого-то дома Во дворе этого дома лягушка выкопала яму И спряталась там вместе с юношей Вскоре появилось семеро могучих богатырей «Да это же нарты!» — узнал юноша Самый младший нарт Вытащил спрятанную во дворе клюку и сказал «Иди, достань, возьми и принеси» И клюка немедленно принесла разные явства Нарты поели, попили, спрятали клюку И ушли отдыхать «Вот что тебе нужно!» — прошептала лягушка Захватив клюку, они бросились бежать И через три дня вернулись обратно Юноша сел на коврик и прилетел домой Красавице-жене Клюку он отдал хану, а тот хорошо его наградил И оставил в покое И зажили муж и жена Настоящей, сказочной жизнью Замечательная Анна Зыкова И потрясающий красноярский духовой оркестр Дирижер Илья Богов Ваши овации! Ваши аплодисменты! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok